Привет всем моим спортивным, стройным, накачанным, прокачанным, а также если вдруг нет, то стремящимся к совершенному телу подписчикам, а также отписчикам и не подписчикам, которые хоть и отписались, хоть и не отписались, но все-таки продолжают смотреть канал и также хотят стать стройными, молодыми и красивыми, сильными. А если вы сегодня посмотрите этот влог, вы сто процентов начнете сразу худеть. Вот этот влог он просто заряжен, так сказать, на похудение. Как вы поняли из названия влога и самой превьюшки сегодня речь пойдет о Helby Goby 3 и я вам не буду сегодня рассказывать про минусы, а расскажу про плюсы, про самую главную его фишку. Вот и вы сами сделаете вывод надо он вам или нет, хотите вы его пробовать или нет и как он вам сможет помочь. Сначала будет маленькое лирическое отступление. Вот я сейчас с вами поприветствовался таким немножко придурочным голосом. Честно говоря, и хочется в общем-то как-то все это задурно и весело вести, но знаете, что меня больше всего отталкивает от записывания влогов, а если даже они записаны от того, чтобы их выпустить. Иногда когда, не иногда когда, вернее, а всегда когда мы садимся кушать завтрак, обед там или может быть даже если ужин иногда кушаем, что редко бывает. Вот мы всегда включаем конечно же телевизор, про него тоже влог записан, про наш кухонный телевизор из обеденной нашей, но он еще так и не вышел, потому что времени нету, честно говоря. Вот так вот мы садимся включаем телевизор и кроме новостей мы еще смотрим конечно каких-то тоже блогеров, какие-то каналы, ну само собой свой смотрим конечно, это же самый лучший канал на youtube просторе. вот да, шутник из меня конечно еще тот. Вот так смотрим каких-то блогеров и вы знаете последнее время, вот буквально последний даже год можно сказать, потому что да, наверное вот за этот год мы сидели дома, все больше смотрели вот ютуберов, которые вещают из Америки и вы знаете, что чем больше я смотрю youtube каналы, тем меньше мне хочется вести свой, потому что когда на меня из экрана говорит блогер, ведущий канала или их два там бывает, вот типа как у нас с Мариной, вот этим вот забористым, задористым, таким веселым, изображающим жизнерадостность лицом, давайте-давайте бежать, давайте-давайте заниматься спортом, а пойдем в Костку купим самые вкусные и самые дешевые продукты, или самые дорогие, а давайте пойдем и получим продукты в этом коте, ну там где все получают для фудбанки, вот. Сегодня мы едем в фудбанк, чтобы получить продукты, вы не подумайте, они нам не нужны, мы едем это для того, чтобы записать влог для вас и показать вам. И вот вы знаете, я даже не могу передать, наверное, так. В общем, когда вот за сегодняшнее приветствие, вы вот просто можете мне плюнуть в лицо, бросить тряпкой свой телевизор, дабы мне передать, но только аккуратно не побейте его, высказать мне полное фе, и если я и в будущем так попытаюсь сделать, блин, ну просто вот пишите мне, что по имени, по названию, там как хотите, что не делай так, или блин, ну, ну вот честно вам говорю, когда я начинаю ловить себя на мысли, что я по ту сторону экрана вот такой же придурковато, веселый, задорный, забористый и пытаюсь втереть какую-то дичь из Америки, мне настолько становится противно, что я просто хочу не то, чтобы, блин, не заниматься каналом, а хочу его удалить. Вот так меня прет после просмотра некоторых блогеров, влогеров и некоторых ютуб каналов. Я бы, конечно, мог вам дать отсылки на них, чтобы вы посмотрели, но это уже будет так немножко некрасиво. Но, в принципе, их процентов 90 таких, поэтому вы можете написать в Америке, выскочит куча каналов, и вы поймете, о чем я говорю. Возможно, вам со стороны это не видно, возможно, вы не обращаете на это внимания. Но, когда ты сам делаешь это и видишь, как это выглядит со стороны, блин, начинаешь о чем-то задумываться, и, в общем, вот такая вот дичь в голове просто не может, например, у меня просто ужиться. Ну, ладно, теперь давайте о нашем любимом Hell Be Go B3. Так поможет он похудеть или нет? И сейчас я такой буду задористый и веселый? Да, конечно, он вам поможет. Вы только оденете его на руку, и вы сразу увидите, как падают с вас лишние килограммы веса, уходит жир, вы худеете, становитесь стройными и бла-бла-бла и ла-ла-ла. И, кстати, я это делаю бесплатно, как говорят некоторые ведущие ютуб каналов, потому что этот браслет я купил за свои деньги, и мне никто не платит за рекламу. Блин, но сегодня я чувствую себя полным уродом, потому что я веду канал, как все. Вот. Не обижайтесь на меня, пожалуйста, я больше так не буду. Так вот, ни хрена он вам не поможет и не похудеете, друзья, вы мои толстопопые и жирнозадые и прочие дела. Потому что, блин, похудеть можно только тогда, если, блин, дойдет до головы, что пора закрыть хлеборезку, блин, и прекратить жрать, особенно на ночь, вот тогда вы сможете похудеть. Поэтому, если вы хотите похудеть, мой вам категорический совет. Посмотрите, что вы кушаете, а главное даже не что, а в каком количестве. Потому что можно кушать картофан, можно кушать жареный картофан, жареное мясо, все что угодно. Но если брать это все в нормальных количествах и не переедать на ночь, на ночь можно есть, но только чуть-чуть, и не очень поздно, не прямо перед самым сном, вот, то вы тогда начнете худеть. Тогда возникает вопрос, зачем нам вот эта игрушка? Для меня она, в принципе, игрушка, потому что я купил еще второй, когда он вышел, я его три раза менял, и в конце концов расстался с ним, потому что он опять-таки перестал толком работать, я устал от него. Ситуация получается такая, когда он работает хорошо, сказал, не буду говорить о минусах, а сам опять в эти минусы. Ну, потому что вы должны знать, потому что вещь не дешевая, 160-200 долларов вы заплатите, и в результате можете расстроиться. Но я должен сказать, что группа поддержки работает очень хорошо. И когда у меня возник первый косяк с зарядкой вот этого браслета третьей серии, я написал, и мне быстренько прислали новую замену. Я очень обрадовался, нацепил его, начал носить, и у меня опять возникли проблемы, какие я расскажу позже. Это задористый голос или нет? Вы мне потом напишите обязательно в комментариях, потому что, ну честно говоря, хочется передавать эмоции, но вот я не боюсь переступить вот эту грань передачи эмоций и перехода вот на этот придурковато эмоциональный манер. И поэтому, как я вам сказал со вторым, когда я почувствовал, что не браслет для меня, а я для него, я думаю, когда его зарядить? Я думаю, как быстрее его одеть или снять, чтобы не пропустить вот эти вот съеденные калории? Потому что чем больше браслет на руке, тем четче он вас обсчитывает, скажем так, да? Как кассир в магазине. Раз и обсчитал на рубль или на копейку. Вот, и поэтому с ним надо обязательно есть, а потом его надо обязательно носить, потому что калории закидываются в него не сразу, то есть он не сразу их считывает. Он считывает их по мере усвояемости организмом. Так вот, главная функция этого браслета, если вам лень брать карандаш и считать вот эти все свои шницели, штрудели, суп, кашу, там, все, что вы кушаете. То есть картофаны, пирожки, морожки, конфетки, соки, компоты, кофе, чай, все вот это вот обсчитывать, это достаточно тяжело. Я почему говорю, потому что я знаю, я делал это. Это еще и лениво делать, это еще и нудно делать, это вообще нифига не весело делать. Но через это надо, честно говоря, пройти. Даже если вы просто оденете браслет и не пройдете через это, вы все равно не сможете понять, насколько вы неправильно питаетесь. Я не говорю мы, потому что я питаюсь правильно, потому что я посчитал, я посмотрел умные передачи, но это я сейчас тоже прикалываюсь. Конечно же, не окончательно я хорошо питаюсь, Маришка мне прислала, что-то нам жалюзи переустанавливают. Жили-жили, не тужили, жалюзи перестали работать. То есть вот когда их крутишь за ручку одной рукой, они перестали крутиться, надо, пришлось крутить двумя, предлагать усилия. Вот, и это все тяжело стало делать, в общем, сломался там механизм какой-то. А у нас сейчас новый менеджер, и он такой, вот такой задористый. Давайте бежать, что же вам отремонтировать, сейчас я сбегаю, возьму отвертку и прикручу вам этот саморез с шуруповертом, короче. Вот, он такой молодой, хороший парень, так приятно это все, потому что мы уже прошли через некоторых менеджеров, которые вообще не работают. Вот, и Маришка там вот в слезах, в сердечках посылает, видимо он там старается. Ну, не суть. Короче, друзья мои, так сказать, худеющие и стремящиеся к сезону лето 21 сделать красивую фигуру и выйти на пляж в форме. Купить браслет можно, он четко считает калории, и я вам скажу, что, значит, вот я когда писал карандашом, подсчитывал и носил браслет, расхождение было где-то плюс-минус 200-300 калорий, браслет показывал, что я съедаю больше. Хотелось бы, конечно, чтобы это все поближе сходилось, да, и в общем-то все равно я верю больше, наверное, браслету, чем карандашу, потому что с одной стороны мы считаем сырые продукты, с другой стороны ориентируемся на какие-то таблицы, в которых просчитаны вареные продукты, да. Но если вы захотите и займетесь этим, возможно, я даже ссылки закину под видео, какими я пользовался калькуляторами, то можно увидеть, что то же самое вареное яйцо, оно отличается калорийностью. Пусть небольшой, там, 3 калории, где-то 5 калорий, где-то, может быть, 10, но когда вот возьмешь по яйцу, так сказать, свой рацион весь составит, что вот эти вот маленькие 3, 5, 10 калорий, они складываются такую в большую цепочку, и получается на выходе очень такая серьезная цифра, поэтому я старался всегда взять такую усредненную, и все равно вот эта вот средняя цифра с браслетом расходилась. Так вот, короче, браслет посчитает калории, которые вы съели, покажет вам, и вы очень будете удивлены тому, что кажется, вот вы вроде бы и немного кушаете, да, а калорий заходит у вас дофига намного больше. А также он покажет разницу по съеденным калориям, то есть по потраченным, ну да, по съеденным и траченным, он вам покажет, то есть наели вы, например, 2 200, потратили полторы тысячи, и того вы в плюсе на 700 калорий, да, все, значит, считайте, день прошел впустую, вы на боках нарастили жировые складки. И так каждый день, вроде по чуть-чуть, по чуть-чуть, а жир нарастает. Как-то, в общем, я увлекся этими вот внутренними своими состояниями, описанием того, что меня мулит, и быстро приехал на заправку. Ну, значит, надо будет продолжить этот влог. Да, еще вот я смотрю по времени, это всего 12 минут мы разговариваем с вами, а я уже приехал на заправку. Обычно получается 20 минут, то есть получается, что трафика сегодня нету, сегодня воскресенье, очень мало машин. Короче, был влог задуман про браслет, а рассказал вам все понемножку и хорошо, и значит, мы продолжим в следующем влоге. Так вот, опять же, почему нету машин, просто отрываемся от темы и уходим. Я ухожу, еще прикольно, как влогеры говорят, мы будем с вами покупать, мы будем с вами строить, мы будем ремонтировать. И я такой сижу перед телевизором, как этот, назовите мне, как звали, Светлаков, играл там персонажа в нашей Russian. Как же его звали, который сидел перед телевизором. Вот я, блин, просто обожаю разговаривать с телевизором, и когда блогер говорит, сейчас мы с вами будем делать, я ему так и говорю, не мы, а ты. И это нормально, ведь он будет делать, а мы будем смотреть, нам-то пофиг, что он там будет делать, нам интересно, как он будет делать, зачем он это делает, какой он получит результат. Поэтому вот, я так иногда буду смеяться в своих влогах, не мы, а вы, не ты, а я, не я, а вы, вот, потому что я уже сбросил свои. Ну, так, за последнее время, скажем, 15 паундов, а вы свои сбросили, пишите об этом в комментариях. Я продолжаю быть задористым дебилом. И совсем не обижусь, если вы меня обзаете за это, потому что, ну, как меня это бесит. Так, ладно, все, короче, я опять ушел от тем, ох, сегодня меня прет. Ой, встретил сегодня на дороге вот такое лупатое чудо. Прикольно же, правда. В Америке очень любят этих жуков. Короче, трафика нету, людей нету, на заправке, на Костке, ни людей, ни на заправке, ни на Костке тоже нету. Почему? Потому что, во-первых, сегодня воскресенье, потому что со вчерашнего дня у нас объявили новые рестрикшены, и, короче, по-русски говоря, ввели новые ограничения, опять не работают. Не essential бизнесы. Essential – это значит обязательные. Позакрывали парикмахерские, позакрывали все маленькие магазинчики, позакрывали нафиг. Все. Остались только работать бизнесы, которые, так сказать, срочно нужны, и продуктовые магазины. Все, блин. А и срочно нужны тоже, походу, ничего не нужно. Все закрыто, люди в печали, люди сидят дома, пассажиров нет, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Вот, поэтому я быстро доехал и хотел и поболтать, и про браслет рассказать. Вот он сейчас подсказывает, что пора водички попить. Это одна из важных его функций. Короче, вот такой получился сумбурный влог. Я уже сейчас подъеду на кран заправочный. Поэтому давайте сделаем так. Все-таки про браслет я расскажу вам снова в новом влоге. Более подробно, более интересно. А этот влог будет вот такой веселый. Короче, как только станут включать веселого, задорного дебила, пишите мне, что не сделай так, и я буду стараться от этого уходить. Вот такой штукой в кодке заправляюсь. Раньше надо было вставлять членскую карточку, мембершип, которая называется потом свою платежную карточку, и получать бензин, так сказать, по сниженным ценам, по хорошим, сладким и приятным. А сейчас вот они сделали, эта штука называется FOB, сюда зашиты мои платежные карты, которые я хочу платить. Ну, вернее, она одна, костовская, потому что по ней самая большая скидка. Сюда зашита членская карточка, и все, я подхожу только так раз к терминальчику, и не надо карты с собой таскать. Классно, удобно, можно повесить на ключи, но не вешаю, потому что не люблю, когда на ключах болтается, и в принципе я ключами не пользуюсь. У меня машина без ключа заводится, без ключа открывается. Надо сделать еще так с домом, ну, просто ориентованное жилье, не знаю, стоит или нет. Все, вы были на канале Наша жизнь в Америке, New Life is my life. Буду рад вашим комментариям, с вас подписка и лайкос, потому что, ну, я должен какую-то отдачу получать от вас. Увидимся в новом видео, бай-бай, расскажу про браслет обязательно, пока.